Действительно можно терпеть. Что здесь происходит? Это тоже нормально, этого не нужно пугаться. Передумывать, рожать, говорить, сделать мне кесарево, это нормально, да? Добрый день, меня зовут Сафина Анастасия, я психолог, консультант по грудному вскармливанию, и я доула, то есть это профессиональная поддержка в родах. Под нашим руководством на наших курсах за год прошло обучение около 3000 женщин. Давайте мы сегодня поговорим об ощущениях в родах. Что же это такое? Потому что многие женщины с детства боятся этого. Даже некоторые боятся рожать и вкладывают этот момент именно потому, что они боятся ощущений в родах. Что же это такое, что испытывает женщина во время схваток? И сегодня мы разберем в нашем видео пошагово, в каких этапах во время родов какие ощущения возможны. Итак, наши роды делятся на три периода. Первый период родов – это, собственно, схватки, где происходит раскрытие шейки матки с нуля до полного раскрытия 10 см. Далее это период второй, где ребенок опускается и рождается на свет. И третий период родов – рождение плаценты. Это когда же наибольшие ощущения во время родов? Наибольшие ощущения во время родов происходят ближе к полному раскрытию в первом периоде родов в схватках. Далее ощущения уже не такие, они меняются. И вообще в период родов, в течение всех родов ощущения меняются. И всегда во время всех родов есть безболезненные промежутки. Это важно помнить. Далее, что такое схватка? Какие ощущения происходят во время схватки? Схватка – это напряжение мышц матки. Матка – это мышечный орган. То есть, когда матка напрягается, она может болеть, можно так сказать. Но вы все занимались спортом, вы знаете, как болит мышца. И эти ощущения, они варьируются от совсем слабеньких до практически, ну, когда сводит мышцу. Да, вы можете это представить. Именно вот это ощущение, оно как раз, когда у вас полное почти раскрытие. Да, то есть, это самый болезненный момент. У всех женщин разный болевой порог, конечно же. Кто-то испытывает минимальное количество ощущений, кто-то максимальное. Но также ощущения в родах зависят от того, идет родовой процесс естественным путем, без вмешательств или там много вмешательств. Более того, ощущение зависит от того, рожает женщина на целом плодном пузыре или пузырь вскрыт. То есть, есть, конечно, нюансы, но мы сейчас обсудим основные моменты. Итак, наибольшее по силе ощущения происходит в первый период родов, то есть, во время схваток. И давайте мы как раз обсудим этот первый период. Что же там происходит? Помимо напряжения мышц матки, в первом периоде происходит подтягивание связок. То есть, связки это, они прикрепляются к матке, костям, они тянутся во время напряжения матки. Ощущается это как тянущие, да, такие боли. Кто-то это воспринимает как боли во время менструации. И, соответственно, тоже в начале схваток это может быть слабенько, в конце это может быть посильнее. Часто это ощущается со стороны поясницы, со стороны спины. И помогает какой-то массаж этой области. Далее, что еще может происходить? То есть, происходит таз, он подвижен в родах, да, и когда ребенок опускается, когда происходит раскрытие шейки матки, происходит давящее ощущение. Я слышала, что некоторые женщины именно на них обращают внимание. Между схватками, то есть, это не постоянно, да, то есть, некоторые женщины представляют себе это так, что сначала родовой деятельности до конца родовой деятельности эти ощущения постоянные, они постепенно усиливаются. То есть, это не так. То есть, ощущения схватки, они периодические. И в начале родовой деятельности они редкие, и в конце родовой деятельности они более частые. Схватка сама по себе, она не резко начинается, она начинается плавно, постепенно. И к ней можно приспособиться. Потом пик, и дальше она постепенно также спадает плавно. Помимо ощущений схваток, женщина может испытывать жар, ее бросает жар, ее бросает в холод, да, ее может знобить. Поэтому важно, чтобы можно было как охладиться, так и согреться во время родов. И также может тошнить и даже рвать во время родов. Также некоторые женщины отмечают, что у них происходит тремор ног, особенно ближе к полному раскрытию в конце первого периода родов. И это тоже нормально, не нужно этого пугаться, потому что так выходит напряжение. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу о том, как можно слезать боль при родах. Какие же ощущения происходят во втором периоде родов? В конце первого периода родов, как правило, выделяется адреналин, женщине может становиться страшно, даже если все это время, да, весь первый период она была спокойна. Это нормально, да, она может пугаться, передумывать, рожать, говорить, сделать мне кесарево, это нормально, да. То есть тут главное, чтобы вы сами себя успокоили, либо был кто-то рядом, кто вас успокоит. Ближе к полному раскрытию, на полном раскрытии возникает ощущение давления на кишечник, как будто хочется сходить в туалет. Очень сильно может начать тужить. Это тоже нормально, этого не нужно пугаться. Главное, не тужиться, пока вам не разрешили. И когда эти ощущения возникают, нужно правильно дышать. О том, как правильно дышать при родах, мы поговорим в отдельном видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Теперь мы поговорим про второй период родов, то есть полное раскрытие, ребенок начинает опускаться, и ребенок рождается. Что здесь происходит? Уже так сильно живот не болит, когда ребенок опускается, да. То есть вот эти вот ощущения, они смещаются ниже, и больше женщина чувствует давление на кишечник, нежели схватку. И когда ребенок совсем опустился, она уже вообще не чувствует особенно схватки, она на этом не акцентируется. Но тут возникает другой момент. Возникает растягивание промежности, как будто покалывающие такие ощущения, когда ребенок начинает рождаться. И важно тут не то, что это сильно больно, на самом деле это не больно, а важно тут то, что нужно эти ощущения себе усиливать и идти на них, их не бояться. И вот этот, конечно, момент очень важен, он такой психологический момент. Девочки, смотрите, очень важный момент, на самом деле, все наши фильмы, все, что рассказывают нам о родах, все думают, да, что самые серьезные ощущения именно в момент рождения малыша, в момент рождения головки. Но это не так. Самые серьезные ощущения, ну, примерно где-то час-полтора, может быть, у кого-то два, ближе к полному раскрытию и чуть в начале второго периода родов, то есть чуть позже после полного раскрытия. И получается, что в течение всех родов, которые длятся в среднем 10 часов, реально ощущений нужно потерпеть достаточно сильно в течение где-то полутора часов примерно, да, и то с перерывами, с безболезненными перерывами, но уже гораздо легче, да. И в момент рождения ребенка, в момент прорезывания головки кожа сильно натягивается, отливает кровь, снижается чувствительность. В промежности такие покалывающие ощущения возникают. Да, они неприятные, тем более, что вам нужно их усиливать тем, чтобы, когда вы тужитесь, продвигать головку. Но все равно это терпимо, то есть это действительно можно терпеть. Если вдруг, это бывает крайне редко, но врачу нужно сделать разрез, вы этого совершенно не чувствуете, потому что делается на пике свадки, и там действительно это не ощутимо. Но об этом мы поговорим в отдельных видео. И в момент рождения головы ребенка, в момент уже самого рождения ребенка матка не болит. И, собственно, это не сам, на самом деле, болезненный период родов, да. Что происходит дальше? Ребенок родился, его выложили на живот, и мы ждем рождения плаценты. Плацента, она очень мягкая, она легко рождается уже после ребенка. И, в принципе, практически этот момент мало ощутим. То есть, назвать это болью я бы не стала. Тем более, что это очень быстро, то есть там буквально одна схватка, и рождается плацента. И об этом можно даже не говорить. А теперь, как я и обещала, я кратко расскажу о том, как можно уменьшить уровень боли при родах. Существуют немедикаментозные способы, такие как расслабление. Нужно уметь действительно и учиться расслабляться во время беременности. Далее, это дыхание. Действительно, бывают способы дыхания, которые очень хорошо помогают и в первом, и в втором периоде родов. И третье, это другие методы обезболивания, такие как эфирные масла, гипноз, ванна. Это то, что, как правило, использует профессиональная поддержка в родах. Помимо немедикаментозных видов обезболивания в родах, существуют также медикаментозные виды обезболивания, которые используют врачи. И об этом мы можем поговорить в отдельном видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что именно, какие методы обезболивания в родах вас интересуют. Это может быть эпитуральная анестезия или промедол. Это методы медикаментозного обезболивания. Мы разобрали все ощущения в родах, которые вы можете испытать. Спасибо, что были с нами. С вами была Анастасия Сафина. И помните, что секрет легких родов в подписке на наш канал. До новых встреч в наших следующих видео. Пока!